Ребята, всем привет! С вами Ксюша. Если вы уже сейчас заметили, что я подстриглась, напишите, как вам мне. В принципе, нравится. Я отрезала свои все сеченые кончики, и сейчас кайфую прям своих волос. Они стали как будто гуще. Ну, ясное дело, потому что отрезали вот эти вот тонкие маленькие волосики. Сегодня, как вы уже могли понять по названию видео, я буду себе делать тату. Боже, чуть не умерла. Если вы подумали, что я сейчас достану тату-машинку и покажу ее вам, там со всеми вот этими штуками, с перчатками, то да, так и будет. Нет, ладно, шучу. Я просто купила в Леонардо черную хну. Она стоит вроде бы 150 рублей или даже меньше, и сейчас я буду себе рисовать татуировки. Вот такие, или вот такие, или вот такие, ладно. Скорее всего, это будут небольшие протоки, или вообще я сейчас посмотрю, нет ли у меня аллергии на нее. Если будет, то видео отменяется. Не понял. Вообще, всегда, когда покупаете подобные вещи, хну, или, блин, любые вещи, то проверяйте сначала у себя на руке, чтобы потом не было такого, что у вас распухло лицо или распухла рука, и вам пришлось ее ампутировать. Ладно, настолько плохо. Хотя реально может быть настолько плохо, что кожа слезет, и шрамы останутся. Как вам еще мой сегодняшний макияж? Можете туториал по нему посмотреть в моем инстаграме. Ну, в принципе, он не трудно рисуется, но тут я запортачила. Ладно, что-то я немного лишнего наговорила, давайте приступать к делу. Первое, что нам нужно сделать, открыть, убрать эту штуку черную, это, видимо, чтобы ее хранить, и отрезать прям совсем-совсем мало. Лучше брать для этого мониторные ножницы. У меня есть только вот такие ножницы, карандаш, которые просто прикрываются таким колпачком, и они как бы демот большой, голубой, фиолетовый. Ох, зеленый. Так, прям совсем чуть-чуть. Ммм, лишь бы не набортачить, как всегда. Ну, ебаный рот. Нашлись, нашлись родные, так что... Ой, в чем они? Так. Ммм, так. На ебаный. Ну и вонь. Круг? Не до круг. Что это вообще? Такое отверстие я и хотела сделать, чтобы прям тонко было. Ну и что это я сделала? Я не знаю, сколько надо ждать, сейчас мы прочитаем. Тут нигде не написано, сколько надо держать, придется посмотреть в интернете. Кстати, по поводу прошлого видоса я хотела немного поговорить. Там вы сказали, что я слишком сильно себя критикую. Да, я знаю, потому что у меня не очень хорошая самооценка, но меня самой реально бесит такие люди, которые говорят, ой, я такая вот, у меня это ничего не получается, я такая вся плохая, я такая вся ужасная. Но я действительно, вот в прошлом видео я считаю, что, допустим, мои тарелочки не до конца крутые, потому что я всегда ищу какие-то недостатки, я всегда думаю, что можно сделать лучше. Ну, я считаю, это правильная точка зрения, потому что всегда нужно стремиться выше и выше и выше, только тогда можно достигнуть чего-то высокого. О, господи, это очень было плохо. О, 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 о! Я прочитала и в интернете написано, что хну нужно держать аж 20-40 минут, я вообще не ожидала. В зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Окей, прошло примерно минут 6, и я хочу сцелить, посмотреть. О, реально, оно реально такое, не ранжевое. В принципе, норм, смотрите, вообще на камере смотрится как будто черное. Света побольше добавить, что ли? Всем привет, с вами Джокер Виктор Дудко. Всем привет, с вами я, Джокер Виктор Дудко. Смотрите, какую татушку, ой, у него клевые носочки, я сделала своему парню. Ну, цвет обалденный, реально. Чтобы все понимали, кому принадлежит, как бы. Сейчас мы с вами сотрём и посмотрим. Как будто дорисала на камеру. Вот что у нас в итоге вышло, боже мой, что с камерой, как во дискотеке. И чем дольше держишь эту хну, чем тернее она. Милашна. Итак, я сначала решила рисовать себе на ляжке, потому что это самое удобное место, чтобы потренироваться. Но лицом к себе, конечно, бы выглядело лучше лицом к низу. Ну, типа, когда потому что встаёшь, люди смотрят, и лучше перевёрнуто их рисовать. Но это было очень сложно. Я вам все референсы, эти же референсы называются, оставлю, короче, здесь, если кто-то захочет их нарисовать себе тоже. Мне понравились вот эти вот мишки больше всего. И вот эта вот, я не знаю, эта терновая штука, или которую вешают зэком на клетку. Не на клетку, а на забор. И вот эта вообще татуировка не получилась. Я в итоге, вот тут цветочек наверху, и это сердечко стёрло. Короче, в итоге можно просто подождать, чтобы она застыла, и вот так дереть. Итак, сейчас я рисую самую удачную татуировку, которая мне очень сильно понравилась. Я, наверное, ещё раз её буду рисовать, когда она будет стираться. Блин, получилось у нас суперудачно. И больше таких подобных татуировок можете посмотреть у меня в телеграм-канале. Я оставлю его в описании этого видоса. Блин, посмотрите, как клёво получается. И если у вас забивается эта паста, это же паста, хна, короче, то просто возьмите листочек и выдавливайте понемножку, или иголкой прокалываете. Там, видимо, какие-то комочки засохшие были. И на руке тоже решила нарисовать что-то. Бабочки у меня абсолютно не получались. Я не знаю, в чём проблема. Цветочки, там всякие надписи нарисовала. Типа, крутая, доказать, что не позер. Господи. Вот единственное, что я взяла, это катейку дату, но она мне вообще не понравилась. Я зря её нарисовала, прям вообще капец. И вот этот цветочек, который размазывается, вот такие спа... И Дима тоже попросил меня нарисовать ему что-нибудь на руке. Самое крутое теперь. И вот здесь змею я тоже пыталась нарисовать, но получилось, честно говоря, какая-то ящерица. Но, блин, выглядит всё равно прикольно. Ему вообще всё понравилось, я так рада. Я думала, он скажет, Ксю что-то мне сделала на руках. Вот это уже конечный вариант. Выглядит супер мило. Если делать это всё аккуратно, я вам советую делать большие татуировки. Они выглядят более клёво, как... Ну вот на ноге, посмотрите. И вот змея. Но там ещё я ручкой рисовала. Вот Пикачу я стёрла, этих сердечек стёрла. Сейчас будет ТСМР, ребята. Так что погромче сделайте. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Вот такое вот у меня СМРное прощание. Просто сейчас уже 5 утра и все спят. Но попрощаться с вами надо. Я вас у всех очень сильно люблю. Реально очень сильно. Спасибо, что смотрите меня. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем удачи, всем пока. Блин, ребята, обожаю вас. Чмоки-чмоки в обе щёки. Мы теперь не одиноки. Между нами лофа-лофа. Нам с тобою очень клёво. Милая ночь опустилась, как облака. Ветер катает на юной листве. Слышу знакомую речь, вижу объект твой. Но почему это только во сне?